Позади более 1 тысячи километров. Около месяца каюры на собачьих упряжках покоряли Камчатку, заезжая практически в каждый населенный пункт. Они прошли западное побережье, преодолели перевал и по восточному побережью дошли до финиша. И вот, наконец, 29 марта каюры и группа сопровождения камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках Берингия финишировали в Усть-Камчатске. Ой, наконец-то дошли. Конечно, рад. Закончился эпопея. По традиции, встреча каюров на финише проходит громко и ярко. Так и в Усть-Камчатске жители и гости с нетерпением ждали главных героев фестиваля. С самого утра на территории, где проходили мероприятия, можно было уловить ароматы угощений, которые готовили для гостей. Вкусная горячая каша и традиционное усть-камчатское блюдо – жареная корюшка. Это уже мы второй год уже занимаемся этим делом. Нам очень понравилось, честно говоря. Ну и мы чувствуем, что и людям это очень нравится, что они с удовольствием поглощают этот продукт. Корюшку жарим на свежем воздухе. Для взрослых и детей была организована интересная культурно-развлекательная программа. Сотрудники библиотеки и представители общества пенсионеров мастерили с ребятами амулеты и разрисовывали сумки. Члены молодой гвардии проводили дворовые игры. Специалисты Центра дополнительного образования детей рассказывали, из чего состоит собачья упряжка и обучали правильно ее запрягать. Учащиеся детской школы искусств наносили рисунки аквагрима, а тренеры спортивной школы и волонтеры проводили активные игры на свежем воздухе. Мы пришли всей семьей, кроме папы. Тут очень интересно. Есть много конкурсов, мастер-классы. Можно поучаствовать, получить жетончики и обменять их на призы. Во время народных гуляний на сцене с песнями и танцами выступали творческие коллективы из Усть-Камчатска, а также приезжие ансамбли из Эсса, Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Артисты исполнили для гостей свои лучшие номера. Традиционно мы привозим наши казачьи веселые песни, с удовольствием поем. Ваш зритель просто самый лучший, наверное, на свете, несмотря на то, что народу не так много, но они всегда с радостью воспринимают то, что происходит на сцене. Конечно, мы всегда следим, ну я, по крайней мере, точно слежу за Беренгией. Это традиционные гонки, да, они всегда завораживают. И самым долгожданным событием стала встреча на финише главных героев мероприятия – каюров и их питомцев. Зрители громко и торжественно приветствовали каждую упряжку. А самые преданные фанаты даже нарисовали плакаты, тем самым приняв участие в конкурсе «Амто Беренгия». Авторов лучших плакатов выбрали на сцене и наградили. Мы сегодня были на празднике Беренгия и представляли наши плакаты и выиграли, как мы думаем, второе место. Нам очень понравился праздник, тут сегодня были много мероприятий, много мастер-классов. На следующий день, 30 марта, каюров торжественно чествовали на сцене под громкий шум аплодисментов. К гостям и главным виновникам торжества обратился глава Усть-Камчатского района Олег Мандаренко, вручив всеми участникам гонки памятные подарки от районной администрации. Беренгия – это носитель традиций. Беренгия несет самые лучшие традиции – традиции взаимопомощи, доброты, гостеприимства. Я уверен, что с каждым годом дух Беренгии по-настоящему будет преобладать в каждом населенном пункте. Невозможно представить гонку без собак и каюров, это знает каждый. Но есть люди, чьи подвиги остаются за кадром. Те, кто принимает важные решения, кто отвечает за здоровье четвероногих. Тот, кто обеспечивает питанием всю группу гонки, а также те, кто прокладывает трассу для собак и их хозяев. На сцене первый заместитель председателя Заксобрания Камчатского края Андрей Копылов выступил со словами поздравлений и поблагодарил всех причастных к гонке, а также наградил подарками всю группу сопровождения. Конечно, это состязание, конечно, соревнования сегодня будут названы победителем, но я хотел бы выразить им признательность, поклониться за их преданность, преданность Камчатке, за их преданность Северу, преданность традициям, преданность культуре. Низкий вам поклон, ребята, за вашу дружную семью. К гостям обратилась советник губернатора Камчатского края по развитию Карягского округа Валентина Броневич. Она наградила караваем берингийскую семью, которой признана династия Семашкиных. В этом году сразу четыре ее члена приняли участие в гонке. Андрей Семашкин, шестикратный победитель Берингии, Анастасия Семашкина, многократная участница гонки, а также их старшие дочери, Анна, которая уже третий раз принимает участие, и Мария, дебютант Берингии. Стоит заметить, что Мария являлась самой молодой участницей, но, несмотря на возраст, на гонке она показала силу характера и дошла до конца. Впечатление очень хорошее от гонки, эмоции зашкаливают. Это был непростой этап в моей жизни, но все же я пришла к финишу с победой над эмоциями, со своими победой над своими целями какими-то. Так что впечатлений очень много от гонки. Ну и, конечно, самым долгожданным моментом стало подведение итогов. Кто же стал победителем? В этом году победу в Камчатской традиционной гонке на собачьих упряжках одержал Алексей Попов. Победа была, конечно, это очень долгожданная. Мы готовились к этому три года, начали выступать в 2021 году. Всегда были в той или иной номинации в тройке призеров. Ну вот сейчас у нас, конечно, такой момент, что мы выиграли, мы очень счастливы и рады. Я в Берингее с 2003 года. В 2005 году был чемпионом тоже. Потом был небольшой перерыв у меня. А так все время был с Берингеей. В роли судьи, маркировщика трассы я всегда, всю жизнь был с Берингеей. Вторым к финишу пришел Николай Левковский. А третьим – Андрей Семашкин. Главные призы – денежные сертификаты. Каюром вручил председатель правительства Камчатского края Евгений Чекин. Теперь Каюров и их четвероногих товарищей ожидает время плодотворной подготовки, чтобы в следующем году вновь выйти на старт главной камчатской гонки на собачьих упряжках.